Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его ведущий Олет. Сегодня я вам расскажу, как правильно взаимодействовать, когда вы приобрели щенка. Игорь, эта передача снимается в частности для тебя, ну так же для тех зрителей, которые будут смотреть позже и которые присылали мне такие же подобные вопросы. Итак, вот смотри, ты приобрел щенка. Первое, что я тебе рекомендую, это посмотри, пожалуйста, две телепередачи, две передачи, которые я снимал, что нужно приобрести до того момента, когда у вас появился в доме щенок. И вторая передача, это адаптация щенка в квартире или в доме. Ссылочки о этих передачах будут в описании к ролику. И те, кто смотрит не по приложению Android, а по стационарному компьютеру, увидят их на своих экранах, вот где моя рука, где показывает. Итак, ты приобрел дома щенка. Какие принципы взаимодействия нужно осуществлять? Первое, наперво, во временных, по промежутках времени я сейчас все это опишу, расскажу. Первое, так сказать, адаптационный период, когда вы выстраиваете взаимоотношения своим щенкам. Особую роль, особое внимание здесь не надо будет уделять вам на дрессировку, хотя, конечно же, щенка нужно дрессировать именно с рождения. Но вот 1-6 месяцев, это период, когда вы выстраиваете взаимоотношения. То есть, так называемую, формируете рабочую группу. Что подразумевается под формированием рабочей группы? Под формированием рабочей группы вы выстраиваете этические отношения, вы выстраиваете градацию, иерархию в своей, так сказать, суррогатной стае. То есть, щенок учится вам подчиняться, учится выполнять ваши какие-то рекомендации, ваши какие-то направления, ваши какие-то команды. То есть, здесь формируется так называемая суррогатная стая. Этот термин я взял, позаимствовал у своего коллеги-биолога Константина Плоского. Мне наиболее близка его классификация, так как по образованию моего биолога, и как бы он достаточно четко дал определение, мне понравились они, я буду ими пользоваться. Спасибо вам, Константин. То есть, первое формирование рабочей группы. В период времени, ну вот я с Константином согласен, здесь это 1-6 месяцев. То есть, за 6 месяцев вы должны сформировать рабочую группу. Это не значит, что вы не должны дрессировать щенка в это время. Я повторюсь, что дрессировать, в принципе, надо. Второй промежуток времени, это 6 месяцев-3 года. Вот здесь идет так называемая дрессировка, или, как выразился Константин, получение профессии. То есть, приобретение щенком профессии. Здесь уже в зависимости от порода щенка и от того, что вы хотите добиться от своего щенка. То есть, охотничью собаку какую-то вы приобрели. Приобрели вы служебную собаку. Приобрели, ну, может быть, это и служебная, и охотничья собака, но она просто проживает в вашей квартире. Поэтому вы просто хотите получить какого-то друга, который должен жить по определенным правилам. Вот здесь вот как раз идет приобретение профессии. Здесь вы уже усиленно начинаете дрессировать щенка. Но, повторюсь, перед этим вы в течение 6 месяцев выстраивали свои взаимоотношения. Щенок уже научился вам и подчиняться, и слушаться, и понимать, что вы хотите именно добиться от него. Ну, и третий период времени, который длится от 3 лет и так далее. Это уже период социальной зрелости. То есть, когда наиболее идет активная работа, и когда щенок, и когда собака уже взрослая, 3 года, выполняет все поставленные перед ней задачи, которые вы приобрели от 6 до 3 месяцев. Вот вкратце я вам сейчас рассказал промежутки времени, принципы выстраивания взаимоотношений с щенком. Это всего лишь вкратце. Как только мы соберем 200 лайков на канале именно YouTube, соответственно, я перейду уже к более подробному описанию всех этих взаимоотношений. Не помню, Александр, по-моему, вот присылал мне вопрос. Мы с ним ВКонтакте разговаривали на эту тему, то есть вели беседу. Вот для него тоже я подчеркиваю, он мне задавал такие вопросы, типа того, что щенку 4 месяца, он пытался щенка, он уже научил его сидеть, он уже научил его лежать, но связка из команд из этих, то есть наоборот, не получается. То есть в положении сидя он ложится, из положения лежа он не садится. Здесь не нужно уделять особо этому вниманию. То есть вы научили сидеть, научили лежать. Это очень хорошо, это замечательно. То есть вы выстраиваете еще и посредством дрессировки, скажем так, вот это вот иерархические свои отношения. Щенок учится вам подчиняться. Но вот таких вот тонкостей, мелочей пока от собаки не надо требовать. Акцентируйте свое внимание на том, что собака должна научиться понимать вас, подчиняться вам. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть смотрите, 1-6 месяцев это формирование рабочей группы, 6 месяцев-3 года. Это значит приобретение профессии. И 3 года и так далее многоточие. Это уже социальная зрелость, профессиональная зрелость у собаки. Вот временные примерные параметры, по которым вы должны строить отношения со своим щенком. С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Ребята, заслужите доверие, заслужите уважение. И у вас все получится. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова